Первый выступающий сегодня это Сергей Ивашенко, представляющий целых три питерских организации, Институт финансовых исследований, Институт региональной экономики и Санкт-Петербургский университет. Тогда, Сергей, вам 20 минут. Я рад представить мою работу под названием «Источники долгосрочных трендов в данных секторов России». Начну я с того, почему мы обычно работаем с динамическими стахастическими моделями общего экономического равновесия. Первая причина – это критика Лукаса, которая говорит о том, что нам необходимо иметь микроэкономические основания при построении модели. И как раз именно в СОЭР-модели они сочетают микроэкономические основания и формальную процедуру оценки параметров. И, соответственно, благодаря этому они дают высокое качество прогнозов. Однако в большинстве СОЭР-моделей предполагает малое количество секторов производства. Обычно это один, иногда два. Всего несколько моделей есть с тремя, то есть это уже совсем исключение. А при этом статистика нам дает намного более детализированную информацию по показателям отраслей. И более того, они оказываются некоинтегрированы. И вот в этом и заключаются основные проблемы, связанные с введением множества секторов в СОЭР-модели. Потому что СОЭР-модели предполагают обычную коинтегрированность всех реальных показателей и всех ценовых. А статистика у нас эту гипотезу отвергает. А почему СОЭР-модели это предполагают? Потому что основной метод нахождения аппроксимации поведения моделей – это метод возмущения. А он требует, чтобы переменные модели не сильно отклонялись от точки аппроксимации. И, соответственно, когда мы видим, что у нас в статистических данных есть единичный корень, то есть статистический тренд, то есть специальные способы, как вводить их в СОЭР-модели. Для этого делаются специальные замены переменных и источники единичного корня. Однако, в случае, если у нас отсутствует коинтеграция, то вот эти переменные после замены, они будут нестационарными и смогут сколь угодно далеко уходить от начального состояния. И именно поэтому возникают проблемы с введением множества секторов в СОЭР-модели. И, соответственно, в данной работе смотрится, а насколько вообще сильна эта проблема для России, то есть насколько сильно различаются сектора российской экономики, насколько они коинтегрированы, их показатели, есть ли похожие сектора, и каковы вообще получаются у нас источники статистического тренда для разных секторов российской экономики. Ну, вначале можно, первое, что можно посмотреть, это попарную стационарность отношений показателей для секторов российской экономики. Ну, у нас, поскольку данные немножко меняются во времени, то получается в итоге за счет группировки по более крупным 14 секторов, это нам дает 91 пару секторов. Соответственно, у нас 6 показателей, индекс ценно-инвестиционных товаров для сектора, реальная добавленная стоимость, номинальная добавленная, занятость, зарплата, номинальные инвестиции. И, соответственно, если мы используем стандартный ADF-тест, то количество стационарных отношений, то есть когда, допустим, занятость в одном секторе к занятости в другом секторе является стационарной величиной, это достаточно редкая ситуация, то есть она происходит там меньше, чем в третьем случае. Если мы берем реальную добавленную стоимость, то это уже вообще практически уникальная ситуация, когда два сектора оказываются стационарными, отношение к показателям. Но кому-то может не понравиться ADF-тест, потому что у него нулевая гипотеза о том, что ряд является нестационарным, но мы можем использовать для этого КПСС-тест, у которого нулевая гипотеза о том, что ряды являются стационарными, и провести тестирование при помощи него, и у нас опять оказывается, что большинство пар отраслей являются нестационарными, то есть их отношениями. Дальше можно посмотреть, а что у нас происходит с точки зрения ранговой интеграции вот этих шести показателей внутри отдельной отрасли. Для этого используется стандартный тест Йохансона, причем поскольку у нас не слишком длинная выборка, то у нас может быть число и шесть переменок, то число лагов может быть либо один, либо два, соответственно здесь приведены информационные критерии и получающиеся ранги к интеграции. И можно видеть, что в зависимости от отрасли у нас ранг к интеграции варьируется в широчайших пределах, то есть от пяти для сельского хозяйства до единицы для, допустим, оптовой торговли, оптовой розничной торговли или для сектора госуправления, военной безопасности и социальное страхование. То есть, грубо говоря, мы видим, что данные сильно отличаются. То есть DG-модели предполагают, что у нас должно быть, ну, обычно, то есть есть исключение, когда они предполагают, что у нас два источника единичного корня, то есть один для всех ценовых и один для всех реальных показателей. То есть это получается, соответственно, у четырех переменных тогда лаг к интеграции должен быть равен четыре порядка интеграции. Да, у нас есть такие случаи, но их не так, чтобы много. Отклонения от них достаточно большие. Соответственно, мы, соответственно, была построена динамическая стахастическая модель частичного экономического равновесия, в которой присутствует пять источников единичного корня. А это инвестиции, то есть эффективность трансформации инвестиций в капитал, труд, то есть у нас предложение труда содержит единичный корень. Сам стандартный метод, который присутствует как раз обычно в DSG-моделях, это общая производительность факторов производства, а также цены на инвестиционные товары и цены на промежуточные товары. И, соответственно, учитываются все возможные взаимодействия этих источников, которые не противоречат уравнению модели динамической стахастического частичного экономического равновесия. Что представляет собой эта модель? У нас есть задача фирм, и вся остальная экономика задается просто экзогенными правилами, экзогенными уравнениями. Что делают наши фирмы? Фирмы максимизируют ожидаемый дисконтированный поток дивидендов с учетом негибкости цен по Ротенбергу, а также введена негибкость спроса на труд. Какие ограничения стоят в фирме, которые проводят данную оптимизацию? У них есть ограничения на спрос, которые имеют стандартную форму, которая идет из ЦЭС-агрегации товаров внутри отрасли. У них есть бюджетное ограничение, которое говорит, что фирмы тратят средства на выплату дивидендов, на покупку инвестиционных товаров, на промежуточные товары, на выплату заработной платы, а источником средств является выручка за вычетом налогов. У нас есть производственная функция Кова-Дугласа с тремя факторами – труд, капитал и промежуточные товары. И, соответственно, в этой производственной функции у нас есть два экзогенных процесса, которые задают общую производительность факторов – процесс единичного корня и стационарный процесс. У нас есть у фирм ограничение на эволюцию капитала, стандартное с негибкостью инвестиций и с экзогенным процессом, определяющим эффективность преобразования инвестиций в капитал. Соответственно, теперь переходим к экзогенным правилам, которые описывают всю остальную экономику. У нас есть спрос на товары отрасли, которые тоже имеют форму аналогичную ЦЭС, зависит от отношения уровня цен внутри отрасли к общему уровню цен в экономике, и экзогенный дополнительный шок, который на это влияет. Труд у нас определяется чуть более сложно. У нас есть количество рабочей силы, которая подходит для данного сектора. То есть он определяется с неким сглаживающим коэффициентом в зависимости от случайных шоков и от относительных заработных вклад сектора по отношению к среднему в экономике. Эта величина является в рамках модели тоже случайная, но она наблюдаемая. Это позволяет нам различать вот эти два экзогенных процесса. Ну и, соответственно, уже непосредственно предложение труда, оно зависит от заработной платы, то есть и от двух, от объема рабочей силы и от двух экзогенных процессов. Один из них стационарен, другой процесс единичного корня. Уровень цен в экономике считается экзогенным. У нас цены по инвестиционным товарам, они экзогенны и зависят от процесса стационарного и от процесса единичного корня. Аналогично для цен промежуточных товаров. Соответственно, у нас есть государство, которое устанавливает процентную ставку в соответствии с правилом Тейлора, и правило налоговой политики, оно также аналогично. Соответственно, данная модель была оценена для всех 14 секторов российской экономики. И мы можем видеть оценки некоторых параметров. Они различаются в широчайших пределах между секторами. То есть, например, доля капитала, она колеблется от фактически нуля до чуть ли не 80 с лишним процентов. То есть, доля труда от почти нуля до почти 40. То есть, у нас очень широкий диапазон значений. То есть, сектора выглядят очень-очень по-разному. И даже если мы посмотрим на два сектора, по двум параметрам, которые достаточно близки, это, например, добыча полезных ископаемых, где доля капитала относительно маленькая, а доля труда под 30 с небольшим процентом. И такие близкие коэффициенты оказываются в секторе транспорта и связи. И если мы проверим назначимость различия вот этих двух значений, окажется P-value 0,48. То есть, окажется, что даже по двум параметрам сектора, которые более-менее похожи, оказываются статистически различны. Соответственно, можно посмотреть, насколько отличаются сносы у разных источников стокастического тренда. То есть, у нас есть снос эффективности инвестиций, предложения труда, цен на инвестиционные товары, цен на промежуточные товары и общий производительность факторов производства. И тут мы видим ту же самую картину, что различия по секторам носят широчайший диапазон. То есть, по инвестициям, например, от плюс 0,7% до минус почти 2%. То есть, степень различия, поведение российских секторов, то есть, общего в них практически ничего не видно с точки зрения их параметров модели. Но можно посмотреть как раз на то, а каковы источники единичного корня. То есть, мы посмотреть разложение дисперсии тренда, в данном случае представлены реальной добавленной стоимости на источнике, то есть, на дисперсии наших источников единичного корня, то есть, эффективности инвестиций, предложения труда, цен инвестиционных, промежуточных товаров и общей производительности факторов. Ну, что можно увидеть в этой таблице? То есть, можно опять же видеть, что у нас достаточно в широких диапазонах колеблется значение, но вот здесь появляется нечто общее, а именно, что влияние общей производительности факторов, когда мы даем модель возможность наличия многих источников, оказывается минимальным. То есть, тот способ введения единичного корня, который обычно используется в DSG модели, если модели предложить больше источников, оказывается наименее важным. Но, если мы смотрим, уже сравниваем, какие шоки являются ключевыми для разных отраслей, то мы тут видим широчайший диапазон. То есть, если мы посмотрим на сектор сельского хозяйства, то у нас почти все, ну, то есть, 80% объясняется шоком... Сергей, снова можете повторить последнее ваше предложение, и голос пропадал. ...добычи полезных ископаемых у нас... Я говорил о том, что у нас очень по-разному ведут себя разные сектора. То есть, у нас сельское хозяйство, в качестве примера сектора, где ключевую роль играет шок цен на промежуточные товары, которые играют очень незначительную роль для сектора добычи полезных ископаемых. В секторе добычи полезных ископаемых ключевую роль играет шоки предложения труда. Но, если мы перейдем к разложению дисперсии другой переменной, а именно занятости, то у нас картина заметно изменяется. То есть, если мы смотрим на добычу полезных ископаемых, у нас все так же ключевую роль играет шоки труда, то в сельском хозяйстве, в занятости сельского хозяйства уже цены на промежуточные товары оказываются достаточно малозначимы, объясняют малую часть дисперсий, а основную начинают объяснять шоки эффективности инвестиций и шоки по предложению труда. То есть, если мы перейдем к еще одной переменной, то у нас... Опять же, надо на обрабатывающих производств, потому что тут изменения течет на всех трех переменных. То есть, у нас, если для добавленной стоимости у сектора обрабатывающих производств ключевую роль играют эффективность инвестиций и промежуточные товары, когда мы переходим к занятости, у нас уже остаются, ключевыми становятся почти полностью цены на промежуточные товары, а когда мы переходим к инвестициям, то у нас возвращается опять эффективность инвестиций. То есть, мы получаем, что в зависимости от того, какой сектор мы смотрим и какую переменную мы смотрим, у нас совершенно разные причины, разные источники объясняют долгосрочное развитие этих показателей в этих отраслях. То есть, таким образом, что мы увидели? Мы увидели, что отношение показателей для двух отраслей в большинстве случаев оказывается не стационарным, а взаимодействие показателей внутри отдельной отрасли также различается достаточно кардинально. Мы посмотрели на динамическую стухастическую модель частичного экономического равновесия, которая была оценена для 14 секторов российской экономики. И мы увидели, что любые два сектора значимо различаются с точки зрения ключевых параметров. И вдобавок, отрасли существенно различаются с точки зрения объясняющей способности различных источников стахастического тренда. И это различие, оно еще и специфично для каждого из показателей. Спасибо за внимание. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, первое, если несложно, верните, пожалуйста, слайд с выводами, чтобы он перед глазами. Я, пожалуй, задам первый вопрос. Я вот не очень понял связь между эмпирическими оценками и моделью. То есть вот те связи эмпирические, которые вы показывали, они как к модели относятся? К модели, то есть это на самом деле вводная информация, которая говорит, что у нас есть очень большие различия в секторах. То есть мы уже об этом знаем. А теперь мы хотим понять, как это проявляется, ну, грубо говоря, не в показателях, а в свойствах. И, соответственно, единственное прямое воздействие, это мы знаем, что из этих оценок, что нам может потребоваться для некоторых отраслей до пяти источников единичного корня. И, соответственно, именно поэтому в рамках DSCHR вводится пять источников единичного корня. Но, ну, грубо говоря, просто в рамках DSG модели ввести столько источников единичного корня и согласовать их между собой является проблематичным. То есть поэтому используют динамическую экстрактическую модель частичного экономического равновесия. И дальше мы увидели, что отрасли, грубо говоря, что у нас не просто показатели не связаны, но и свойства отраслей, они сильно отличаются. Понятно. Коллеги, какие еще вопросы? Вот тут Наталья тоже отмечает, что можно вопросы задавать и в чате, но сейчас, наверное, удобнее задать устно. У меня есть вопрос, если можно. Можно вопрос? Вот у меня по первой части презентации получается, что вы назвали некие стилизованные факты относительно наших отраслей российской промышленности. В частности, то, что они сильно отличаются по определенным показателям. А эти факты, они существуют такие для других стран мира? То есть это наша особенность данных или это общие факты для мировой экономики в целом? Ну, на самом деле, я смотрел это для... То есть вопрос скорее в степени, то есть то, что отсутствует коинтеграция между отраслями это во многих странах, но при этом, грубо говоря, я не делал и не видел таких, грубо говоря, подробных, насколько это распространено. То есть да, известно, что очень часто отрасли не коинтегрированы, но вот, грубо говоря, какой процент этих соотношений, оно может от страны к стране вероятно отличаться. Но это надо смотреть и проверять. Хорошо. То есть таких работ по другим странам, собственно, нет. Вот подобный ваш, у вас методологическая здесь еще новизна. Ну да, здесь сочетание такой эконометрики классической и эконометрики, связанной с, ну, принятой в DSG моделях, соответственно, в DSG тоже это как-то такая некоторая модификация их. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Я для меня, я в первый раз увидел такого рода модели, это интересно, и я работаю, в общем, в близкой нише, но с другими подходами, поэтому, естественно, значит, мне интересно. Вы в самом начале очень много говорили о том, что ваш подход лучше, поскольку учитывает особенности отдельных отраслей. Экономика, конечно, состоит из большого количества отраслей, и преимущество ваших моделей в том, что вы, по идее, должны видеть больше, чем видно в более простых моделях. Вы также много говорили о том, что в одной отрасли вы, так сказать, увидели такие эффекты, в другой отрасли другие. Но если фокус моего интереса связан не с динамикой отдельных отраслей, а с экономикой в целом, но при этом я понимаю, что шоки могут действовать на одни отрасли так, а на другие эдак, и я должен учитывать все отрасли в целом, что нового я узнал для экономики в целом из вашего подхода. Вот это важно. Сравнение с более простыми моделями. В чем ваше преимущество, но не с точки зрения методов, а в содержательном смысле? На самом деле, непосредственно вот в такой формулировке о влиянии на экономику в целом ничего не будет видно. То есть это, грубо говоря, у меня есть модель, которая сочетает, и там мы можем увидеть, что шок, если мы, грубо говоря, оцениваем модель как без секторов и оцениваем модель с секторами, у нас один и тот же шок может давать разные последствия. Ну, там, условно говоря, шок монетарной политики, он может, в зависимости от того, учитываем ли мы взаимодействие секторов, давать несколько разные последствия. то есть в данном случае здесь скорее, ну, то есть изначально эта работа делалась, чтобы понять, как нужно группировать и можно ли сектора для построения большой DSG-модели с секторами, то есть потому что учитывая их к интегрированности, и как раз получилось, что, к сожалению, группировать их малоперспективно, потому что они различаются слишком сильно, то есть и, соответственно, то есть тут непосредственное применение вот в макро, на макроуровне, то есть как влияние на экономику в целом, этот подход как раз говорит, что, к сожалению, легко и просто это не получится, как хотелось бы. Но тогда вы не конкурируете с моделями для экономики в целом, вы работаете в другой нише. Я правильно понимаю? Да, да, да. Я, грубо говоря, показываю, что, к сожалению, пока конкурировать очень тяжело, это слишком как бы хочется, но слишком большие проблемы, которые возникают на этом пути. Ну что, коллеги, если больше срочных вопросов нет, наверное, можно перейти к следующему докладчику. Следующий докладчик это Дмитрий Веселов из НИУШ. Соответственно, тогда вам слово и также 20 минут. Спасибо большое. Всех приветствую. Рад очень видеть. Вот, видно ли мою презентацию? Да, видно. Есть, видно. Все, хорошо. Значит, я представляю нашу совместную работу с Александром Яркиным. Она посвящена экономическим детерминатам фундаментальных реформ. Это теоретическая модель, которая отвечает на некоторые вопросы. Следующие. Ну, мы знаем, что современные различия в доходах на душу населения между странами, они очень сильно определяются моментом перехода из мальтусианской стагнации к современному экономическому росту. То есть, тем моментом, когда страны прошли в свою очередь промышленную революцию, затем демографическую революцию. А вот, соответственно, более того, если мы посмотрим классическую теорию экономического роста, то в ней экономический рост рассматривается как процесс накопления факторов производства и, соответственно, связанный еще с техническим прогрессом. В то же время, если мы посмотрим более длительную перспективу, то окажется, что качественные изменения, которые происходили в экономике в определенные периоды времени, в частности, в 18-19 век, они определили, то, вошла страна в эту фазу современного роста или нет. И наша работа посвящена в общем плане вопросам того, каковы условия, обуславляющие переход к современному экономическому росту и как следствие расхождения в доходах на душ населения сегодня. Есть два основных феномена, которые наша работа может в небольшой степени, в той или иной степени объяснить. Один феномен называется большой дивергенцией, great divergence. это процесс расхождения в доходах на душ населения, который начался приблизительно в начале 19 века и продолжается до сих пор. Вот здесь представлены данные по регионам мира, и вы видите, что в начале 19 века разница в доходах на душ населения между разными континентами была очень незначительной, максимально один к трём. Сегодня она достигает один к тринадцати, если мы берем отдельные страны мира, она гораздо выше. Соответственно, тот факт, что определенные группы стран прошли промышленную революцию, перешли к устойчивому экономическому росту, привел к существенному расхождению в доходах на душ населения сегодня. Это большая дивергенция. Но, как известно, на данный момент большой дивергенцией также предшествовала малая дивергенция. Она изучена на данных по европейским странам, сейчас дополнительные исследования проводятся по азиатским, но это уже другая история. Соответственно, малая дивергенция означает, что даже до промышленной революции с XIV по XVIII век в группах европейских стран наблюдалась разная динамика. Если в одних странах доходы на душ населения росли приблизительно темпом 0.1-0.2% в год, и это средний показатель за все эти столетия, потому что историческая динамика гораздо более богатая, то в других странах такого темпа роста не было, что означает, что Англия, Нидерланды, они еще накануне промышленной революции имели более высокий уровень доходов на душ населения. Современные работы экономических историков, часто и Бродбери, как раз показывают, с чем может быть связано подобное расхождение, появление устойчивого роста до промышленной революции. Значит, важно то, что и большая и малая дивергенция, они обусловили те расхождения в доходах на душ населения, которые мы имеем сегодня, и их появление связано с фундаментальными факторами, которые нечасто ловятся моделями экономического роста. Географиями, институтами, культурой, историческими событиями. И, в частности, что известно на данный момент, это то, что большую роль в развитии уже конкретных стран мира сыграли реформы, которые были направлены на ускорение роста промышленного сектора, ускорение технического прогресса в промышленном секторе, на устранение барьеров перетока труда или капитала на финансовом рынке. И на этом слайде вы видите недавние, ну, большие части недавние работы, которые говорят о подобных фундаментальных реформах. Фундаментальные реформы, мы понимаем, реформы, которые ведут к ускорению современного сектора и, как следствие, в конечном итоге влияют на долгосрочный экономический рост. Это усиление роли парламента в Англии, известная теория Норта, внедрение института массового образования, институционное преобразование в ходе реформ Наполеона. И часть этих работ они носят именно эмпирический характер, то есть рассматривают события исторические как квази-естественный эксперимент, как отмена крепостного права в России или же завоевание Наполеона, который привел к разному развитию тех или иных регионов мира, показывая, что действительно эти события, которые приводили к устранению дополнительных барьеров, они приводили к ускорению роста в том или ином регионе. Значит, в этом смысле мы предлагаем теоретическую концепцию, которая обсуждает, а почему в определенной группе стран такие реформы были возможны, а в другой группе стран невозможны. и мы работаем с областью, которую можно назвать политической экономией развития, и связана она с проблемой принятия коллективных решений, в частности, проводить реформу или нет. Эта проблема первая была сформулирована в работах Олсона, но продолжена активно развиваться сейчас, и в частности в нашей работе, в отличие от всех предыдущих работ, мы будем учитывать тот факт, что агенты, макроэкономические агенты, они могут лоббировать проведение реформы или ее отсутствие и вкладывать определенную сумму средств, денежных средств в лоббирование этой реформы, что позволяет нам получить новые результаты в этой области. Действительно, большая часть модели сегодня, вот, допустим, модель Галора 2009 года, предполагает, что либо элита обладает правом вето в принятии проведения реформы, как землевладельцы определяют отменять ли крепостное право или нет, и реформа принимается в рамках голосования демократического, но ни то, ни другое, полностью неверно, и наша работа позволяет обогатить этот процесс. В частности, мы можем задаться вопросом, который поставил Шоулсон, должна ли быть концентрация активов в одних руках, чтобы реформы пошли более успешно или нет. Итак, мы расширяем модель, которую построили несколько лет назад, добавляя возможность каждому из агентов инвестировать часть доходов в лоббирование реформы, показываем, как распределение капитала между земли, капитала, влияет на вероятность реформы, как следствие, обуславливает долгосрочную экономическую динамику, и в частности, основной интерес нашей работы это обсуждение результата, который можно назвать теоремой Олсона, существует также теорема, которая анти-Олсен феори, которая говорит о том, теорема Олсона предполагает, что если мы концентрируем богатство в одних руках, то это увеличивает влияние данной группы в принятии коллективных решений, это как следствие увеличивает возможность принятия благоприятного решения для данной группы, то есть концентрация активов имеет положительное значение для данной группы в лоббировании интересов. Анти-Олсен феори утверждает обратный результат. Мы первые, кто, на основе той литературы, которую мы знаем, мы первые, которые прилагаем, рассматриваем эти проблемы в контексте модели долгосрочной экономической динамики, фактически единая теория. Здесь представлена литература, на которой мы основываемся, и я скажу теперь несколько слов о модели самой. Значит, мы рассматриваем модель двухсекторной экономики, где есть традиционный сектор и современный сектор, и как следствие факторы производства это земля, которая постоянно во времени, это труд, который также в модели постоянный во времени, но существует переток труда из традиционного сектора современной, вызванной рыночными процессами для выравнивания заработных плат. И есть технический прогресс, который играет ключевую роль в модели. Он есть как в современном, так и в традиционном секторе. Оба сектора одинаковы, то есть являются абсолютными заменителями, это стандартная предпосылка в данных моделях. Итак, земля постоянно, размер населения постоянный, и агенты разделяются на два класса. Это землевладельцы, которые владеют землей на протяжении всего периода времени. Каждый агент имеет одного ребенка, соответственно, их число постоянное во времени, и агенты, не владеющие землей, но они находятся в фокусе нашей модели. При этом физический капитал эндогенный, то есть он формируется в результате наследства, которое оставляют каждый агент и своим потомкам. Данный слайк говорит нам о динамике технического прогресса, который является ключевой переменной для объяснения перехода от стагнации в развитие с точки зрения модели единой теории роста. У нас это перевязано моделируется очень необычно. То есть мы предполагаем, что технический прогресс в современном секторе определяется следующим состоянием. Если в данный момент времени проходит реформа, и здесь идет речь о последовательности реформы, не об одной реформе, а цикле реформы, то технический прогресс ускоряется в современном секторе на величину гамма-Р. Если реформа не проходит, S это статус-кво, то технический прогресс может тоже ускориться, но гораздо менее значительно. Допустим, в калибровке модели гамма-S калибруется исходя из данных доиндустриальной эпохи, а гамма-R исходя из данных современных, как пример того, что различия очень существенные, 0,2% в год либо 2%. Ну и, соответственно, темпы технического прогресса уравнения 6, они напрямую будут зависеть от вероятности реформ P и R, которая является агентов по лоббированию этих реформ. Что, ну, как бы новый подход в литературе. Развиваем как раз с Александром. Значит, в модели предполагается, что рассматривается перекрывающиеся поколения, каждый агент живет 2 больших периода, но детство это период, когда агенты не принимают решения, поэтому все сосредоточивается на период взрослого. Во взрослом периоде мы имеем 2 подпериода времени. Это важно как раз для модели в нашем случае. В первом подпериоде факторы производства неизменны. Земля, труд, капитал. Они те же самые, но меняется технология, потому что после первого подпериода реформа либо проходит, либо нет. Если реформа проходит, технический прогресс растет, как следствие меняются доходы агентов, и они принимают во внимание данный эффект в своих решениях. В каких решениях? Их функция полезности зависит от потребления в каждый период времени под период 1-й, 2-й и от наследства. То есть им хочется оставить больше своим детям. При этом в первый подпериод весь доход агента И делится на потребление и усилие монетарные расходы на лоббирование реформы, они могут быть либо ноль, либо положительные, а во второй подпериод на потребление либо наследство. Таким образом, мы искусственно разделяем вопрос наследства, это второй подпериод, и вопрос политического конфликта, это первый подпериод, это позволяет решить модель закрытой формы. Доход каждого агента определяется стандартно, это трудовой доход, доход от владения капиталом и доход от владения землей. Но напомню, что доход от владения землей принадлежит только классу землевладельцев, все остальные его не имеют. И он является эндогеном модели, естественно, за счет динамики факторов производства и индивидуального капитала. И, наконец, финал заключается в том, что вероятность реформ ключевая переменная, которая определяет долгосрочную экономическую динамику, она определяется из некоторой функции, связывающей ее с усилиями, то есть денежными затратами каждого агента на лоббирование реформы. И вы видите, что здесь есть две группы сторонников и противников реформ. R это те, кто сторонники, S это кто противники реформ. И, допустим, вероятность реформ это просто сумма усилий группы сторонников, деленная на общую сумму усилий. Чем больше я лично вложу денег в проведение реформ, тем больше вероятность будет увеличена, но тем не менее мой вклад может быть не столь значительный. Все это модель учитывает. Идет речь о некой оперативной игре, когда все агенты принимают решение одновременно вкладывать, не вкладывать, если вкладывать, то сколько? И здесь на этом слайде представлено основное уравнение модели для следующего решения, которое показывает, какие мотивации есть у агента, чтобы вкладывать свои средства в проведение реформы. Значит, видно, что из этого уравнения, что для многих агентов эти усилия могут быть ноль. Если у агента недостаточно дохода или недостаточная заинтересованность, то он просто потребляет деньги, ему не надо вкладывать ничего в реформы. Но если доход значительный, и кроме того, еще другие факторы имеют значение, помимо дохода, заинтересованность, то есть сколько он выигрывает от реформы. Чем выше его относительный выигрыш от реформы, логарифм дохода в следующем периоде при состоянии реформы, минус логарифм дохода в следующем периоде при состоянии статус квот, тем больше он будет вкладываться сегодня. Это эффект заинтересованности. И, наконец, есть эффект безбилетника, тот самый эффект Олсона, который говорит о том, что если группа очень разрознена, то всегда есть кто-то другой, кто вложится в реформу, и поэтому мне не имеет смысл вкладываться. Вот любопытно, что в этой версии модели, она более богатая, чем в 2016 года, оказывается, что один из этих эффектов может действовать в обратную сторону. То есть, с одной стороны, концентрация богатства всегда лучше за счет того, что больше будет людей, которые преодолевают определенный порог дохода, они более заинтересованы, решается проблема безбилетника, как у Олсона, но насчет эффекта заинтересованности здесь не очень очевидно. Возможна ситуация, когда если мы забираем капитал у группы бедных и передаемого богатых, то этот эффект заинтересованности работает в обратную сторону. И поэтому ключевой результат этой модели в том, что на самом деле для ранних стадий индустриализации, то есть низкого уровня капитала к земле, трансфер капитала внутри группы капиталистов ускоряет ход реформ, идет речь о трансферте, который усиливает неравенство. Фактически мы передаем капитал из рук капиталистов с низким уровнем богатства в руки капиталистов с высоким уровнем. А для поздних стадий индустриализации этот же трансфер капитала, усиливающий неравенство по капиталу, замедляет ход реформ. То есть в нашей модели есть как аргумент Олсона, как и анти-Олсона феорем. И это зависит от состояния экономики, от соотношения этих трех аргументов. Ну, чтобы проиллюстрировать это, я хотел бы показать вам некоторый естественный пример, он построен на данных, на стандартной калибровке данных из работы Parente и Prescott 13-го года Джонса, который калибрует единую теорию роста для объяснения перехода от стагнации к развитию. Значит, соответственно, ну, можно считать условно, что один период это 20 лет, соответственно, здесь идет некая тысячелетняя динамика, но это очень условно, правильно? Здесь представлены данные о двух ключевых показателях. Доли занятых в современном секторе, которая начинается близко к нулю и заканчивается единицей. И второй показатель это вероятность реформы, он эндогенный в модели. Вы видите, что в течение длительного времени эта вероятность реформы, она очень низкая, то есть реформы не происходит. Это тот случай, когда мы рассматриваем модель, когда все капиталисты очень разрознены, то есть нету никакой концентрации капитала, есть класс землевладельцев, есть класс разрозненных капиталистов. И в какой-то момент времени вдруг вероятность реформы начинает расти, и скоро она растет до единицы, и здесь конфликт исчезает, потому что все заинтересованы в реформе. Естественно, в тот момент, когда вероятность реформы растет, исходя из свойств модели, экономический рост резко ускоряется. То есть эта модель предсказывает длительную стагнацию, затем ускорение роста и затем переход к современному росту. Нас интересуют те факторы, которые обуславливают замедленный или ускоренный переход в данном случае. Какая страна быстрее перейдет в данное состояние. Здесь представлены также в этом примере усилия двух групп суммарного усилия землевладельцев и сторонников реформы. И вы видите, что если капиталы полностью разрознены, то усилия землевладельцев всегда существенно выше, чем усилия сторонников реформы, и за счет этого вероятность реформ ниже. То есть фактически реформа блокируется сторонниками статус-кво. Но тем не менее, по мере накопления капитала меняются как интересы землевладельцев, так и интересы капиталистов. Конфликт усиливается, и рано или поздно экономика переходит в состояние современного росту. Вопрос в том, как это связано с некими историческими экспериментами. Вот на оставшиеся три минуты я расскажу об этом. Ну вот здесь представлено численное моделирование шока концентрации капитала. Допустим, что в какой-то момент времени, в частности, когда идет речь о занятии, здесь момент времени меряется так. В тот момент, когда занятость в промышленном секторе достигает определенного порога. 10% занято. 17%, 26%, 41% и так далее. В этот момент времени происходит такой шок, что весь капитал у капиталистов концентрируется в одних руках, в руках некой узкой группы капиталистов. Шок концентрации капитала. Ускорит ли это или замедлит развитие? Ну вот очень видно, что ответ неоднозначный. То есть, если взять Y101, что является условно доходами на душу населения сегодня, наш период жизни, то если шок отсутствует, это нормировано к 100%, если мы делаем шок концентрации капитала на поздних стадиях развития, то развитие замедлится. Если на ранних стадиях развития, 11-17% от занятости, то развитие 11%, то развитие ускорится. И тайм означает время, когда конфликт исчезает. То есть, это тоже, чем меньше это время, тем быстрее прошел конфликт и тем быстрее страна переходит в современную стать. О чем говорят эти данные? О том, что если идет речь о концентрации капитала на ранних стадиях развития, то это может ускорить развитие. И далее, в оставшиеся две минуты, я хотел бы рассказать о двух исторических примерах, которые мы держим в голове в данном случае. Они очень хорошо разработаны в литературе современной экономической. Один из примеров – это ислам и Европа. И есть множество источников, которые говорят нам о том, что в экономиках стран ислама существовали определенные правила, которые приводили к размытию капитала между агентами. Они связаны были с тем, что имущество по исламским законам должно быть равномерно распределено между близкими и дальними родственниками. То есть, получается, что не было возможности концентрировать капитал в одних руках, согласно этим правилам. Более того, не было такого института, как корпорации, достаточно длительное время. То есть, сами партнерства, как протокапиталистические структуры, они включали только два человека или пять человек и быстро распадались. Более того, в исламских странах существовали институты, которые мешали концентрации физического капитала еще больше, поскольку была постоянная угроза экспроприации. Ее избегали за счет специальных фондов, которые назывались вакфы. И эти фонды, они приводили к тому, что этот капитал, он лежал в мертвой форме, он не был вложен в активы физически, он был вложен либо в недвижимость, либо в золото. И эти вакфы использовались для религиозных церемоний и так далее. То есть, активы нужно было вкладывать таким образом, чтобы их просто не экспроприировали. Затем произошла очень существенная реформа, аналогичная в нашем случае в российской экономике, реформа отмены крепостного права. Это закон Гулана 1835 года, который создавал повышенные возможности для защиты прав собственности и таким образом разрушал предыдущие институты и переводил экономику в стадии современного роста. Об этом очень интересная работа Курсунара и Курана 19-го года. Значит, в этом смысле, вот тот пример, который я показывал числовой, когда все разрознены и поэтому развитие несколько замедлено, он больше рожится на страны ислама. Модель, ну, в идеале может это уловить, прикалибровки. А другой пример, связанный с малой дивергенцией, это шок атлантической торговли. Еще Аджимогу в шестом году в эмпирической работе показывают, что в тех странах, где атлантическая торговля, это шок квази-естественный эксперимент, потому что не было возможности торговли, она появилась. В тех странах, где купцы играли ключевую роль, начал концентрироваться капитал, и как следствие их политическое влияние усилилось, и именно эти страны получили более высокие темпы экономического роста в будущем. В тех странах, где этого не произошло, Испания-Португалия, там все концентрировалось в руках короны, этого не было. Поэтому у нас есть несколько вот таких содержательных примеров, которые мы обсуждаем в работе для того, чтобы наш теоретический результат связать с историческими данными. Ну все, время мое стекло, поэтому подведу итоги. Была модель, мы подготовили модель, которая впервые применяет подобные инструменты теории коллективного выбора при анализе перехода от стагнации к развитию. Мы показали, что неравенство к благодству играет неоднозначную роль, ускоряет развитие на ранних стадиях, замедляет на поздних, и существуют факты, которые можно использовать как квази-естественные эксперименты для объяснения этой модели. Спасибо большое за внимание. Я закончил доклад. Так, Витрина, тут в чате. Это по поводу капитала у землевладельцев, то есть он у них есть, они тоже его накапливают? Да, модель в этом смысле стандартна вот с другой литературы в данной области, в частности с моделью Галора. Землевладельцы также накапливают капитал, и согласно традиционной литературе, на которой мы основываемся, это есть главный ключевой аргумент, почему элита в какой-то момент становится заинтересованной в реформе. Они просто становятся капиталистами. Они были землевладельцами, становятся капиталистами, их предпочтение меняется, и поэтому происходит реформа. Так что они и в нашей модели тоже накапливают капитал. И второй вопрос – это по поводу эффекта числа агентов. То есть, как я понимаю, есть ли такое или нет? Если мы, условно говоря, каждого агента раздробим на два, на три одинаково, разделив его все, то эффект лоббирования пропадет или нет? Да, это интересный вопрос. Я должен в программе это посчитать. Пока, вот исходя из тех моделей, которые я сделал, можно сказать, что если эти агенты все одинаковы, вот, допустим, мы берем две группы – землевладельцы, капиталист. Только две группы у нас существуют. И вы вот вторую группу, мы с вами вторую группу начинаем дробить. То, насколько я понимаю из моих примеров, чисто, в интернале не происходит изменений никаких. То есть, в этой некоперативной игре получается уже взаимодействие. Но если вдруг у вас есть неравенство по капиталу, то тогда изменения будет. Потому что если группу дробить, и возникает группа, которая имеет меньший доход, они не вкладываются в конфликт, и в зависимости от стадии развития это ведет к разным результатам. В частности, то, что они не вкладывают, будет уменьшать вероятность реформ на ранней стадии. Спасибо. А еще маленький вопрос. А сколько у вас в расчетах использовалось, грубо говоря, число агентов капиталистов и число агентов, соответственно, ну здесь я пользовался как бы калибровкой из статьи Паранте Прескотта, которая говорит о том, что элита это 5% населения, соответственно, у меня землевладельцев 5 от 100. А дальше уже капиталистов, ну здесь вопрос творческий, то есть, либо это, если все однородные 95, это все остальные, либо у нас есть разные группы с разной концентрацией капитала, допустим, 5% наиболее обеспеченных капиталистов и так далее. Это уже вопрос разных примеров. Поэтому 100 я брал просто как номеровка, из них 5% это элита. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Коллеги, еще вопросы есть? Позвольте, я задам такой общий вопрос. Насколько я помню объединенную теорию роста, там обычно акцент делается на том, что в какой-то момент происходит переключение, люди начинают вкладываться в человеческий капитал, который, ну в силу того, что технический прогресс доходит до определенной точки, когда люди считают выгоднее вкладываться в человеческий капитал, чем рожать много детей и работать в поле, в результате этого технический прогресс ускоряется, мы переходим из стадии стагнации в стадию экономического роста. Вы акцентируете внимание на институциональных преобразованиях, а не техническом прогрессе. Вот как защитить, сочетаются эти две вещи, то есть одна дополняет друг к другу, но вы просто сконцентрировались на институтах или это заменители? Да, спасибо за вопрос, и я думаю, что они хорошо сочетаются, они скорее дополняют. По какой причине? Если мы возьмем классическую модель единой или обобщенной теории роста Галора, то там получается так, что когда технический прогресс достигает определенного порога, начинаются те процессы, о которых вы сказали, начинаются инвестиции в образование и так далее. Поэтому в их моделях Галора Уайла ключевой фактор перехода это ускорение технического прогресса, который в модели объясняется очень просто, численность населения растет и за счет роста численности населения, но это не объяснит то, что у нас Великобритания первая или другая какая-то страна. Поэтому наша модель, она говорит больше про глубокую причину перехода, поскольку она изучает институциональную природу, другие факторы, которые влияют на ускорение технического прогресса. Дальше в нашу модель можно добавить все элементы, которые вы сказали. Это просто усложнит и сделает ее более реалистичной, но это не меняет суть ее. Так что спасибо за вопрос, я думаю, дополняют. Ну, тем не менее, наверное, технический прогресс, он в какой-то момент и простимулирует сторонников реформ больше вкладываться в усилия, потому что это увеличивает отдачу от реформ. Я думаю, численно результаты изменятся, то есть количественно она может стать более реалистичной в точке зрения описания 19 века этой модели. Совершенно верно, я согласен. Да, так и есть. Коллеги, есть еще вопросы? У нас еще 4 минуты есть, в принципе. Ну, если вопросов больше нет, тогда спасибо, Дмитрий. Давайте тогда перейдем к докладам. Это, соответственно, ожидаемое расширение продолжительности жизни и ее влияние на долгосрочный экономический рост. Это наша совместная работа с моим коллегой из Московского университета, с Алексеем Николаевичем Курбацким и с Клаусом Преттнером из университета Гогенгеймского университета, если так надо по-русски сказать. И основная идея нашей работы была следующим, что достаточно большая есть литература, которая исследует влияние старения населения на темпы экономического роста. И там вполне естественно экономические механизмы рассматриваются. Но в данной работе мы решили обратить внимание на то, какой эффект будет иметь именно ожидаемое старение. Потому что в большинстве работ у нас вот это старение населения, а именно связанное с увеличивающейся продолжительностью жизни и уменьшающейся рождаемостью, оно считается, что для населения оно происходит как шок, то есть неожиданно. То есть была некоторая траектория экономического роста, на которой потом люди осознали, что им, оказывается, придется жить дольше, и выражать они будут меньше. И поэтому они свою политику потребления и сбережения меняют. В данной работе у нас же мы предполагали следующее, что хорошо, может быть, для тех стран, которые самые развитые индустриальные страны и первыми столкнулись со старением населения, это и было шоком. Но для те страны, которые осуществляют догоняющие развитие, да, или вот хотя бы следующие, да, в этом списке, они, для них это уже не такая неожиданность. То есть вот если так подумать, то у нас, в принципе, старение населения уже, наверное, началось, да, тут целопрофессиональные демографы, наверное, больше скажут. И мы можем ожидать с вами, что у нас картина, ну, через какое-то время будет, ну, если не такая, как в Японии, ну, например, такая, как в каких-то других историально развитых странах. И уже сейчас население... Антон, я прошу прощения, что принимаю, мы по-прежнему видим ваш первый слайд. Да-да-да, это преамбула, да-да, это преамбула. Там, конечно, дальше... Извините, что перебегаю. Да, мы ожидаем с вами то, что у нас картина будет такая же, и для нас старение населения уже не должно быть такой неожиданностью. И, в принципе, только из одного факта информации о том, что это старение произойдет, мы можем извлечь экономическую выгоду, да. И основной, основной, main message, да, то есть основной наш результат в том, что если мы адекватным образом проинформируем экономических агентов о том, что у нас изменится возрастная структура, да, то таким образом мы можем выйти на больший уровень экономического развития, нежели, если бы мы не были обладателями такой информации. То есть это вот основной анонс того, что мы получим здесь. Это вот именно эффект предвидения старения. А дальше мы, естественно, прибегаем к стандартным достаточно моделям эндогенного экономического роста. То есть мы в качестве отправной точки используем модели Ромера за одним исключением, что вместо такого бесконечно живущего домохозяйства, типа вот как модели Рамсея, у которого есть просто, ну, какой-то темп прироста его членов, да, в этого домохозяйства, мы используем модель с перекрывающимися поколениями. То есть мы вот этот вот кусочек модели Ромера, где домохозяйство, это домохозяйство, которое все межпоколенческие проблемы решают внутри себя, мы добавляем вот такую, значит, функцию полезности, где уже, вы видите, в начале вместо нулевого момента времени стоит время рождения этого домохозяйства. Это добавок, он что-то вроде модели Баланшара от 1985 года, которая еще известна как модель постоянной молодости, да, Perpetual Youth. Здесь имеется в виду, что в таких моделях, как правило, мы, нашу смертность населения, да, мы ее считаем постоянной. Это делается и для некоторой, ну, я бы сказал, математической простоты, да, и для того, чтобы эти модели можно было хотя бы каким-то образом аналитически исследовать. Тогда можно их записать в виде там дифференциальных уравнений и их исследовать. И вот именно такой подход и использовался до сих пор вот в литературе, здесь я привел лишь только три ссылки, когда вот такие модели вроде эндогенного роста с добавлением перекрывающихся поколений использовались для моделирования влияния изменения смертности в данном случае, да, ну и там и рождаемость будет в самой модели, на изменение темпов экономического роста. Понятно, откуда возникает смертность функции полезности. Это просто вот экспонента в степени минус смертность на Т, это вероятность дожития до соответствующего возраста. Чем меньше вероятность дожития наша, тем больше мы дисконтируем наше будущее полезности. Таким образом, в нашей модели, собственно, как и в предыдущих моделях, основное теоретическое предсказание влияния старения, именно старения, да, на темпы экономического роста, если мы будем считать, например, что наше население, оно постоянно по количеству, да, но меняется по возрастному составу, у нас большая доля людей больших возрастов, то просто у нас люди считают, что они, соответственно, старение уменьшилось, да, вот эта вот вероятность дожития увеличилась, то есть люди меньше дисконтируют свое будущее, да, меньше дисконтируют свое будущее, соответственно, они больше начинают сберегать, раз больше сберегают, у вас понижается процентная ставка, да, и таким образом, при более низкой процентной ставке у вас увеличиваются инвестиции, и в том числе инвестиции в исследование разработки, и за счет этого как раз-таки возникает увеличение темпов экономического роста. И основная идея нашей работы в том, что вот этот эффект в случае предвидения, он начинает работать раньше, существенно раньше, и за счет этого к моменту увеличения продолжительности жизни и уменьшения рождаемости страна уже находится на большем уровне экономического развития, в равновесной территории. То есть вот это именно основная, вот это будет наша работа. В данной работе мы считаем, что смертность и рождаемость у нас зависят от времени, то есть вот это основное теоретическое расширение. При этом мы считаем, что они не зависят от возраста. То есть так же, аналогично, как в предыдущих моделях, но предыдущие модели считали, что оно вообще, она вообще постоянно, да, и оно меняется просто за счет того, что это некий шок. В данном случае мы считаем, что вот эту зависимость, рождаемость и смертность от времени люди могут предвидеть. То есть у нас модель с идеальным предвидением. Но при этом считаем, что у нас все равно она не зависит от возраста, что, конечно, тоже сильное предположение. И по аналогии с моделью Баланшара в вечной молодости, да, в предприятии, значит, что у вас всегда одна и та же вероятность умереть. То есть вы, получается, одно и то же, что в молодости, что в старости, вероятность умереть всегда одна и та же. Мы можем сказать, что здесь у нас как бы не вечная молодость, а вечное омоложение, да. То есть, в принципе, если эта вероятность умереть уменьшилась, мы, получается, омолодились даже вот в преклонных возрастах. Ну и, собственно, вот это предположение, то, что у нас все-таки смертность, которую мы обозначаем, и рождаемость, коэффициент рождаемости, который обозначаем бета, они зависят от времени, но все-таки не зависят от возраста, позволяют сохранить возможность аналитической исследования модели. За счет того, что в наших демографических уравнениях, которые вот здесь написаны, да, это уравнение смертности, то есть N – это ненормированная плотность населения, родившихся в момент времени Тау, да, и это их количество в момент времени Т. Тау – это дата рождения, Т – это момент времени. То есть вот это уравнение, это уравнение изменения этой плотности в связи со смертностью, да, в связи со смертностью вот этой когорты, рожденных в момент Тау. А это уравнение рождаемости, это уравнение рождаемости. Значит, то есть у нас количество новорожденных, оно зависит от всего существующего населения, умноженное на коэффициент рождаемости. И тот факт, что мы все-таки считаем, что смертность и рождаемость не зависят от возраста, позволяет вынести вот эти коэффициенты за знак интегралов здесь, ну и за знак интеграла здесь, когда мы будем лишать этого уровня. То есть вот из-за этого мы все-таки можем, так же, как в модели Ромера и в модели Бланшара, привести модель, динамические уравнения к дифференциальным уравнениям. Потому что иначе у нас были бы только интегро-дифференциальные уравнения, которые сложнее исследовать. И даже если мы исследовали их численно, то нам нужно было бы как-то доказывать, что наши решения, они действительно верны. В данном случае мы сохраняем некоторую математическую простоту, при этом добавляя вот этот эффект того, что люди у нас теперь предсказывают, знают всю траекторию ню и бета наперед. То есть вот такое расширение этих моделей. Дальше динамические уравнения населения, они агрегируются при этом достаточно легко. N большое – это общее количество населения. И оно меняется в соответствии с разностью. Темп его прироста – это разность между текущей рождаемостью и текущей смертностью. То есть вот таким образом у нас… То есть задача разделяется на две. Одна задача – это просто дифференциальное уравнение для общего населения. А структуру населения мы всегда можем по нему восстановить просто из решения уравнения для смертности. Вот это решение. Где бета – коэффициент рождаемости, ню – коэффициент смертности. А N – это количество людей, живших в момент Тау. Вот это, собственно, у нас будет такое уравнение. В принципе, это основное изменение к текущей литературе. Остальные предположения, они достаточно стандартные в модели. То есть у нас мы считаем, что берем логарифмическую функцию мгновенной полезности у агентов. Домохозяйство родилось в момент Тау, живет до бесконечности. Таким образом, она дисконтирует эту полезность с нормой личного дисконтирования и плюс еще к тому же вероятность дожития, которые экспоненты в этом интеграли. И, соответственно, домохозяйство… У нас децентрализованная модель. Домохозяйство может только вкладывать денежки на какой-то счет банковский. Количество этих денег на душу населения – это А. и домохозяйство, каждый обладает единицей труда, за который получает зарплату W. При этом оно получает, конечно же, проценты по счету, но плюс к тому домохозяйство еще застраховано. Жизнь домохозяйства застрахована. Каждый член домохозяйства застрахована. И в обмен на то, что домохозяйство завещает страховой компании все свое богатство, человек завещает все свое богатство, каждый момент времени домохозяйство получает выплаты от страховой компании. И эти как раз выплаты равны коэффициент смертности в данный момент умножить на сколько сейчас в среднем на одного члена этой когорты активов. Это так называемые условия Ярии. При помощи них мы просто избавляемся от неопределенности момента смертности. Ну и при этом задача у нас остается полностью дезерминированная. Ну и естественно мы... Антон, для предупреждения, у вас осталось 8 минут и очень много слайдов. Да, да, да. Я проскочу технические моменты дальше. Хорошо. Да, значит, и в результате у нас получается задача домохозяйства, именно в ней разница по сравнению с существующей литературой, выражается аналогичным образом. То есть мы получаем явное выражение для нашего потребления. Вот оно. Единственное, что здесь возникает такой коэффициент сигма, в котором как раз-таки и присутствует наша смертность. В котором присутствует наша смертность. Здесь этот коэффициент сигма, он, если бы смертность была бы постоянной, равнялся бы просто норме индивидуального дисконтирования плюс коэффициент смертности. Но, значит, в нашем случае это вот некоторый такой параметр, который зависит от времени. И в результате, когда мы в модели произведем агрегирование, это у нас стандартное предположение модели Ромера конечного производства, функция Куба Дугласа, там совершенная конкуренция. У нас есть производство промежуточного товара при помощи, значит, локальных монополистов. Эти локальные монополисты, они получают свою операционную прибыль, которую, конечно же, должны отдавать полностью всю за тот кредит, который они взяли в банке изначально, на то, чтобы осуществить инвестиции в исследование разработки, чтобы стать, собственно, локальными монополистами. Значит, вот эта агрегированная прибыль во всей экономике. Я проскочу вот такие. Мы считаем, что, соответственно, сектор исследований разработок работает по следующему уравнению, по следующему закону, то есть скорость прироста разнообразия промежуточных товаров, она пропорциональна уже существующему количеству разнообразия КУ и труду исследователей и разработчиков в секторе R&D. Дальше без вхождения в дальнейшие детали, а это у нас условие отсутствия арбитражана в рынке R&D. И в результате мы получаем следующее. Да, добавляем балансы, доказываем, что у нас не может быть здесь пузырей на рынке активов, то есть просто из баланса потоков следует баланс запасов. И в результате получаем уравнение общего равновесия. То есть мы получаем пять дифференциальных уравнений, еще вдобавок к ним пять алгебраических. Их мы можем упростить и выразить, из них только три. И вот эти три мы как раз исследовали аналитически в случае непредсказуемого старения и численно в случае, когда старение будет предсказуемо. Уравнения отражают просто изменение цен на промежуточный товар, изменение отношения потребления к капиталу, изменение отношения капитала к заработной плате. Эти мы решались при помощи… Значит, ну вот здесь мы исследуем траекторию сбалансированного роста, как раз когда у нас мы считаем, что смертность и рождаемость постоянны, когда предполагается, что все переменные модели растут с постоянным темпом. И для этого мы нашли, соответственно, траекторию сбалансированного роста для всех этих отношений. То есть, например, отношение потребления к капиталу, оно будет постоянным и выражаться следующей формулой. Где сигма в данном случае как раз просто-напросто. Что же у нас будет, если мы предвидим наше старение? Вот так выглядит траектория коэффициента вот этого сигма, из которого мы вычли ро, для того, чтобы он больше был похож на смертность. Значит, это вот некоторый эффект предвидения агентами. А сами коэффициенты мю и бета, то есть смертность и рождаемость, мы взяли одинаковыми, и они будут меняться по ступеньке. То есть, они обе были 0,05 до какого-то момента времени, а потом резко снизились до 0,02. Вот такое у нас произошло изменение смертности и рождаемости. При этом за предвидение отвечает как раз-таки уже коэффициент сигма. Что же у нас произошло в результате? Вот, например, график цены на промежуточные товары в зависимости от того, предвидят люди, экономические агенты старения или не предвидят. Если не предвидят, то они находятся, цена у нас соответствует траектории сбалансированного роста, и в какой-то момент возникает фактически шок для них, агенты понимают, что ситуация полностью изменилась, и экономика оказывается на переходной траектории, вот такой, причем она достаточно резко меняется, цена, к новому, к новой траектории сбалансированного роста. А вот как раз, если мы предвидим постарение населения, то вот этот переход к новой траектории, он происходит более гладким образом, и начинается заранее. То есть если мы считаем, что это года, то есть, грубо говоря, уже за 50 лет экономика начинает снижать цены на промежуточные товары. Аналогичная ситуация для остальных переменных. То есть, например, отношение потребления к капиталу тоже начинает уменьшаться заранее. То есть люди начинают меньше потреблять, больше сберегать заранее. Ну, здесь небольшой есть такой вот уголочек, да, у этой траектории. Но мы видим, что после, значит, после уже осуществления, изменения вот этих вот жизненных параметров, мимо бета, да, траектории уже достаточно близки друг к другу. И, соответственно, то же самое у нас отношение капитала к заработной плате. Мы видим, что в случае, если у нас неожиданное старение населения происходит, у нас резкое падение разовое отношение капитала к заработной плате, а потом восстановление практически, ну, до того же уровня. Если же у нас, мы предвидим, то мы уменьшение этого соотношения начинаем раньше, и оно не настолько глубокое, да, и восстанавливается чуть-чуть быстрее. Соответственно, как же это влияет на сам экономический рост, на экономическое развитие? Здесь формула для явного выражения темпов экономического роста, то есть потребления на душу населения. И мы видим, что вот в сравнении с неожиданным изменением экономической, демографической ситуации, у нас наш темпы экономического роста начинают подниматься гораздо раньше. Да, то есть мы увидим, что мы уже где-то вот лет за 25, 5, мы уже практически в два раза увеличили темпы экономического роста почти на 50% по отношению ко всему увеличению. И ввиду этого, если сравнить логарифм ВВП в случае с предвидением старения и разделенные на ВВП модели при неожиданных изменениях демографии, мы видим, что мы, соответственно, выходим на больший уровень развития и всегда теперь уже будем на большем уровне развития иметь больше ВВП вот по сравнению с тем случаем, если бы мы не предвидели старение населения. Поэтому выводы напрашиваются сами, да, то есть мы из анализа нашей модели следует, что просто за счет объективного освещения демографических процессов и соответствующего информирования экономических агентов мы можем выйти на больший уровень экономического развития. Ну, собственно, вот это основной вывод. Остальные эффекты, в принципе, я уже озвучил. Спасибо большое за внимание. Спасибо, коллеги. Какие есть вопросы? Давайте я, наверное, тоже начну с первым вопросом. Смотрите, то есть у вас получается вывод, что увеличение продолжительности жизни благосклонно влияет на экономический рост, потому что люди начинают, ожидая больше сберегать, соответственно, больше инвестировать и экономика ускоряется. Но мне кажется, что это прямо противоречит тому, что мы сейчас наблюдаем в мировой экономике. Мировая экономика значительно замедлилась последние 40 лет, в особенности последние 10 лет. И, как правило, как раз в качестве одной из причин этого называют демографию. Ну, не единственная, конечно, может быть, не главная, но тем не менее демография говорит о том, что люди становятся менее производительными, то есть чем люди более пожилые, тем они менее производительны. И, кроме того, действительно демографические тренды увеличивают сбережения, но они как-то не транслируются в увеличение инвестиций и ускорение роста производительности. Так что такое впечатление, что модель, которая, в общем-то, абсолютно логична, не вполне соответствует наблюдениям. Вот как вы можете прокомментировать соотношение вашей модели с наблюдаемыми факторами? Да, спасибо большое. Это очень правильный вопрос и хороший, и, конечно же, вы правы. Дело здесь в следующем, что когда мы рассматриваем именно вот этот изолированный эффект, мы специально зафиксировали население нашей страны на одном и том же уровне. Вообще-то, если мы бы душесаморождаемость сделали бы эндогенным параметром, и такие работы есть, то увеличение, уменьшение смертности, значит, у нас привело бы автоматически еще, вообще-то, и уменьшение, и соответствующее уменьшение рождаемости ему привело бы еще и к уменьшению населения просто в стране. То есть у нас депопуляция. Обычно у нас в странах происходит просто депопуляция. Как правило, эти страны борются с депопуляцией при помощи того, чтобы они увеличивают иммиграцию, то есть они привлекают работников из-за границы. Но это работники, как правило, низкоквалифицированы. И здесь как раз-таки вот тот самый эффект того, что вроде бы у нас получается уменьшение эффективности труда. То есть в этой работе, если мы сделаем еще и количество населения эндогенным фактором, тогда как раз-таки получится вот тот самый эффект, что у вас на самом деле… Вот, вернее, здесь два эффекта. Один эффект от увеличения сбережения людей, другой эффект от того, что просто у вас становится меньше людей. И вообще перевешивает, вообще-то говоря, второй эффект. Здесь мы специально от него избавились для того, чтобы выделить именно то, что объективное информирование населения о грядущих демографических изменениях, оно может увеличить темпы экономического роста. Понятно, что при прочих равных. Если мы будем все остальные эффекты рассматривать, то какой из них перевесит, это отдельное исследование. Кроме того, конечно же, увеличение сбережения людей на старость, они не очень сильно должны увеличивать наши темпы экономического роста, потому что здесь мы в этих моделях рассматриваем, что у нас нет фактически рисков, что мы инвестируем в исследования и разработки, что мы инвестируем в капитал. Мы получаем одну и ту же доходность. Но, как правило, пенсионные фонды должны инвестировать свои средства по закону даже, в безрисковые активы. И безрисковые активы, на мой взгляд, как раз таки не очень связаны с теми самыми инвестициями, которые направлены на именно исследование разработки и которые приводят к увеличению темпов экономического роста. Здесь тоже есть такой эффект. Вопрос совершенно справедливый, но, опять же, модель направлена именно на вот этот эффект. То есть при прочих равных объективное информирование населения приводит к более адекватному профилю сбережения и, соответственно, к большему темпу экономического роста. Ну а если другой эффект полностью съедает этот эффект, ну что ж, значит, вот такая жизнь. Но в любом случае мы что-то выиграем от объективного информирования населения, а иначе было бы еще хуже. Сергей в чате задал вопрос, опять-таки, как вам удобнее прочитать. Лучше давайте озвучите, потому что у меня тоже чат пропал. Вопрос, на самом деле, это в продолжение, что у вас в модели объем труда и объем населения – это одно и то же. А если у нас мы учтем, что при старении населения у нас будет это равенство нарушиться, то есть население будет, пусть оставаться постоянным, но при этом количество труда будет уменьшаться. Насколько, ну, как называется, вот эффект этот будет более правильный и насколько он может изменить результаты? Ну, он, конечно, изменит результат. Более того, в самой даже модели Бланшара уже были введены соответствующие коэффициенты, то есть когда у вас с возрастом уменьшается количество, ну, именно предоставляемого труда домохозяйством. Вот, с другой стороны, что модель может потерять, ну, как бы возможность ее даже вот такой, хотя не совсем простой, но аналитической интерпретации. А еще один нюанс такой, что, обратите внимание, да, как реагирует, собственно, население на иное государство, да, на увеличение, или пытается реагировать, да, на старение населения. Вот у нас совсем недавно, мы просто как-то уже отвлеклись с этим коронавирусом, да, основной темой дня было увеличение пенсионного возраста. Вот, то есть, на самом деле, да, население вроде бы стареет, но как раз-таки для того, чтобы бороться с уменьшающимся количеством труда из-за этого, естественным кажется решение просто увеличить пенсионный возраст. Вот, поэтому, ну, я хочу сказать, что очень правильный вопрос, и исследовать это нужно, вот, но опять же-таки надо сопоставлять с тем, что вот оно действительно уменьшается ли количество труда со старением населения, или нет, вот, вроде должно уменьшаться, но если будут соответствующие контрмеры приняты, да, то есть, а именно, приток мигрантов, это раз, второе, увеличение пенсионного возраста, то, может быть, как раз-таки оно и не будет так драматически уменьшаться. Но фактически, ваш вопрос связан, действительно, вообще с количеством даже населения, да, приводит ли старение населения к уменьшению труда, неважно по какой причине, да, либо это депопуляция, либо это, соответственно, просто уменьшение предложения труда теми же самыми людьми, только уже престарелым. Вот, это важный вопрос, конечно, его нужно исследовать. Но, как бы, опять же говорю, мы специально от этих эффектов отстранились, чтобы именно вот, ну, эффект очень тонкий, да, и если мы туда добавим дополнительные факторы, эффект в них просто может потеряться, да, и мы не сможем их разделить. Мы здесь вот именно такой системный анализ произвели, что вот выделили только вот этот один эффект. Спасибо. Коллеги, еще один вопрос у нас есть время, если у нас есть вопрос. Ну, я бы хотел задать вопрос. Удобно? Да, конечно. Значит, вот спасибо за работу. В принципе, тема демографии и экономический рост – это тоже одна из горячих тем, которые всех волнуют. Когда я думаю о связи демографии и роста, первая мысль, которая приходит мне в голову – это человеческий капитал. С увеличением продолжительности жизни меняется поведение родителей в части образования своих детей, и, по идее, они начинают в это вкладывать больше. С другой стороны, так сказать, количество детей становится меньше, поскольку родители принимают во внимание тот факт, что полноценное образование ребенка – это большие затраты их собственного времени и сил. По идее, мы имеем дело с двумя эффектами. С одной стороны, мы должны ожидать увеличения человеческого капитала и положительного влияния на темпы экономического роста. С другой стороны, мы видим уменьшение общего предложения рынка труда. Во-первых, в какой мере вы считаете этот канал через человеческий капитал существенным? Вы, может быть, имеете некоторое ощущение того, что важно и что нет, потому что работаете прямо вот в этой области. А второе, не видели ли вы теоретических подходов, которые позволяли бы этот канал учитывать? Спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. Как раз-таки у нас были определенные дополнительные исследования в этой области. Ну, по поводу канала уменьшения рождаемости, это как бы действительно известный механизм, и он во всей теории эндогенной рождаемости, во всех моделях с эндогенной рождаемостью, именно так и формулируется. То есть люди из-за того, что тратят больше времени на восприятие детей и средств, они уменьшают их количество. И это как раз-таки может, это уменьшение рождаемости превысить, увеличение продолжительности жизни, из-за этого произойдет депопуляция. А вот тот факт, что люди становятся более образованные, более эффективными в труде, он тоже моделируется, в теоретических моделях. И мы даже пытались его на практике посмотреть по российским регионам, например. Мы пытались найти опосредованно, через возрастную структуру, то, насколько у нас темпы прироста ВРП в разных регионах России зависят именно от возрастной структуры, от того, как населены возрастные когорты населения. Считая, что, вот как раз неявным образом, предполагая, что возраст отвечает, в том числе и за человеческий капитал. Например, очень молодой человек, он может быть не такой произвительный, как человек средних лет. Ну а, соответственно, человек, который уже более пожилой, он может быть просто очень опытным, но, допустим, знания могли устареть. И действительно, и это не только наши исследования, но и исследования в других странах подтверждают, что есть положительная корреляция с темпами ВРП у дельной доли населения средних лет в том или ином регионе. Понятно, что там, естественно, причинно-следственные связи надо еще исследовать, потому что, может, это просто из-за того, что там миграция. То есть на много факторов нужно делать поправки, мы пытались делать такие поправки, но могу сказать, что были проведены эмпирические исследования, которые говорят, что, да, действительно, возрастная структура, она связана с темпами прироста населения. И вот то, что мы можем сказать, что это ответственный человеческий капитал, если мы скажем, что люди средних лет обладают самым хорошим человеческим, высоким человеческим капиталом, то тогда мы можем сказать, что это связано с человеческим капиталом. Ну что ж, большое спасибо. У нас на это время уже закончилось, поэтому хочу поблагодарить всех докладчиков. Как не знаю, в злуме не аплодируют, наверное, все равно у всех на людях стоит. Для меня очень интересные доклады, большое спасибо. Кроме того, пока мы выступали, Банк России снизил процентную ставку на 50 позитивных пунктов. Вряд ли здесь есть причина-следственная связь, но тем не менее. Всем желаю здоровья, не болеть и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо организаторам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok